Надежда Крылова получает субсидию на жилищно-коммунальные услуги около 10 лет. Пособие уходит на оплату отопления, электроэнергии, холодной воды и вывоза твердых бытовых отходов. К новости о том, что в пандемию предоставление субсидии продлено автоматически, женщина отнеслась с большой радостью. Это очень хорошо. Вы знаете, честно сказать, это такое облегчение. Это не собирать ни документы, не сидеть в очередях, тем более у нас группа риска, мы попадаем, что мы пенсионеры. Так что я, в общем-то, за то, что вовремя оплачивать уж как бы ни было. А субсидии – это большая поддержка. Тем, у кого срок предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердое топливо истекает с 1 января по 1 апреля, пособие будет предоставляться в том же размере следующие 6 месяцев. Но есть и некоторые исключения. Исключения составляют получатели субсидий, у которых изменена постоянная регистрация по месту жительства, состав семьи или основание проживания. Получатели субсидий на твердое топливо обязаны предоставить товарные или кассовые чеки до окончания срока предоставления субсидии. Если подтверждающие документы не предоставят, то сумма полученной субсидии будет считаться переплатой, подлежащей возврату. Отмечу, размер компенсации определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от ее состава, дохода и прожиточного минимума. Андрей Слепнев, Константин Гармаев. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...